Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по книге Второзакония. А то, как заповеди Божии излагаются в книге Второзакония, они отличают ее от книги Исход и книги Левит. Это связано с тем, что между событиями, которые описаны в книге Исход, вот когда Бог давал закон, это часть книги Исход, и книгой Второзакония было выпадание еврейского народа в культ Золотого Тельца. Книгу Левит мы тоже относим ко временам, когда совершалось посвящение Аарона и его сыновей в Сан, а потом еврейский народ впал в культ Золотого Тельца, причем при участии первосвященника Аарона. Поэтому все законы в книге Второзакония даются в более строгом виде. Таким образом Господь отдаляет людей от возможности нарушить его волю. Законы делаются строже, чтобы научить людей именно строгому отношению к самим себе. К сожалению, небрежные современные библеисты, они настаивают на том, что, возможно, эта книга вообще относится к временам после Белонского пленения, потому что они не могут объяснить, почему здесь закон более строгий. Но это объясняет сама традиция. Книга Второзакония начинается словами «Сие суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданам в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафелом, и Лаваном, и Асеровом, и Дизагавом». Давайте посмотрим, что пишет учитель церкви Ориген. Он пишет. «Пусть не покажется праздным, что Моисей слышал от Бога, записанное в законе Левитов». Закон Левитов – это книга Левит. «Но во Второзаконии слушателем Моисея является народ, который узнает от него то, что не мог услышать от Бога. Ведь потому Второзаконием, то есть Вторым Законом называется эта книга, что с прекращением Первого Закона, который дан через Моисея, становится ясно, что намечается Второе Законодательство, которое, в частности, от Моисея передается Иисусу Навину, его преемнику, который, как считается, представляет образ Спасителя нашего, чьим Вторым Законом, то есть евангельскими заповедями, все приводится к совершенству». Это из работы Оригена, которая называется «О началах». Таким образом, Ориген здесь видит как бы редакцию закона, изменение закона, то, что Господь повелевает сказать Моисею уже за Иорданом, в пустыне на равнине. И создается прецедент, ибо когда Христос явится в этот мир, Он тоже божественным волеизъявлением будет вносить в закон некие изменения. Например, в Нагорной проповеди Он говорит, «Вы слышали, что сказано древними, не убей, а я говорю вам, даже не гневайтесь на брата». Или «Вы слышали, что сказано древними, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит с вожделением на женщину, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». То есть закон Божий не является чем-то состывшим и неподвижным, потому что это не мертвая структура, а живая. И дополнения, они здесь вполне допустимы и возможны. И книга второзакония, по-еврейски она называется «Дворим», она является тому ярким подтверждением. И мы читаем далее. «В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сейр к Кадес-Варне, с 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них». 40-го года, имеется в виду 40-го года после исхода из Египта, когда вымерли все те, которые сомневались в божественном могуществе. И воспиталось новое поколение, которых воспитывал Моисей и Аарон. И у них не было вот этого чувства рабского присмыкания перед другими людьми. А те, которые выходили из Египта, они выходили вот с этим рабским чувством. Многие спрашивают, когда же возродится наша Россия. Она возродится тогда, когда вымрет то поколение, которое жило под игом гос-атеистической идеологии. Вот это чувство страха, недоверия друг к другу. Когда все это уйдет, когда нас не станет, вот уже новые поколения воспитанных в свободе вероисповедания, они смогут осуществить идеал Святой Руси. Потому что мы знаем, что даже Моисей не вошел в землю обетованную, и Аарон не вошел в землю обетованной, пророчится Мариам, потому что чувство вот этого рабского присмыкания перед тиранией как бы впиталось в их кровь в том или ином виде. Итак, с 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедовал ему Господь о них. Всем сынам Израилевым, то есть не только Левитам, для которых предназначен этот жреческий кодекс под названием Сефер Вайкра, то есть книга Левит. А теперь он обращается уже ко всем израилетянам. «По убиение им Сегона, царя Амарейского, который жил в Эсефоне, Иога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе, в Эдрее. За Ярданом в земле Моавицкой начал Моисей изъяснять закон сей и сказал». Вот эти цари, которые были умершлены по приказу Моисея, они символизируют собою семь смертных грехов. То есть уразуметь волю Бога мы можем тогда, когда преодолеваем вот эти семь смертных грехов в реальности собственной жизни. Итак, что же сказал Моисей? «Господь, Бог наш, говорил нам в Харибе и сказал, полно вам жить на горе сей, обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их на равнину, на гору, на низкие места и на южный край и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата». Итак, Господь говорил им, когда они были на святой горе Харибе, полно вам жить на горе сей. Почему Господь так говорил? Они возлюбили это место. Помните, как апостол Петр на горе Фавор говорил, «Хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие Иисусу, Моисею и Илье и будем обитать здесь». Так и евреи, получив закон Божий, они не хотели далеко отходить от этого святого места. И нам часто хочется не покидать храм, особенно в День Святого Причастия. Мы медлим, находим причину для того, чтобы раньше не выходить из храма. Но жизнь такова, что надо идти дальше. И народ Божий не должен был останавливаться. Они должны были идти дальше и дойти даже реки Великой, реки Эфрата. То есть того места, где была граница между землей евреев и дальше шла уже Миспотамия. Далее Господь говорит, «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Якову, им и потомству их». Вот то, как часто Бог вспоминает имена уже усопших патриархов, свидетельствует о том, что для Бога они живы. Так и мы, когда мы поминаем имена святых, мы это делаем с полным осознанием того, что они живы, ибо Бог наш не есть Бог мертвых, но живых. Моисей говорит далее, когда он озвучил слова Господа, далее он говорит сам, «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Господь Бог размножил их еще в Египте, а потом по исходе из Египта они еще увеличились. «Господь Бог отцов ваших умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам ваших мужей, мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело, велишь ты сделать. «И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, разумных, испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим». Как мы видим в общине Моисея никакой демократической анархии не было даже близко. Были ответственные люди, которые отвечали каждый за определенное количество людей. И мы помним, когда мы читали книгу «Исход», там говорится, что они выходили ополчениями не в формате какой-то анархической, демократической толпы, а именно ополчениями, то есть по коленам, по десяти тысячам, по тысячам, по сотням и даже по десяткам. Далее Моисей говорит, «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его». Вот здесь Моисей обращает внимание на то, что судья должен быть нелицеприятен. Судит ли он брата с братом или он судит пришельца, то есть иностранец или свой, любой совершающий какое-то преступление, он должен быть подвергнут суду, но суд не может быть лицеприятным. И поэтому далее сказано, не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте, то есть каждый имеет право на защиту, и сторона защиты должна высказаться всецело, и сторона обвинения тоже имеет право высказаться всецело. К сожалению, в наше время суды поддерживают только сторону обвинения в формате следственного дознания, которое было проведено. Но учитывая криминальный характер некоторых таких процессов, то, что зачастую это коррупционные скандалы, эти суды, люди просто не понимают, что суд это дело Божие. И если они поддаются или только стороне обвинения, или только стороне защиты, не соблюдая баланса и равновесия между обвинением и защитой, они допускают серьезные преступления. Почему? Далее здесь говорится, прочитаем целиком 17 стих. «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Суд это действительно дело Божие, а дело Божие нельзя творить небрежным образом, потому что на суде решается судьба того или иного человека. «И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амарейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцев твоих, не бойся и не ужасайся». Почему Господь отдает во владение евреям земли, на которых жили неевреи? В данном контексте гора называется Амарейской, ну, явно нееврейской. Почему? Не потому, что еврейский народ был лучше других народов. Это ложное представление. И Господь озвучивает эту точку зрения, а потому, что те народы были хуже еврейского народа. То есть их грехи были настолько тяжелы, что их нельзя было больше терпеть на этой земле. Причем Господь все время подчеркивает, что если сами евреи будут жить так же нечестиво, он их сгонит с этой земли. И мы помним вавилонское пленение еврейского народа и римское рассеяние еврейского народа. То есть земля дается не по заслугам народа, скорее всего, по заслугам отцов праведных Авраама, Исаака, Якова. 22 стих «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам и о городах, в которые идти нам». Они носили вот это чувство пресмыкания перед тиранией египетской в своем сердце, им было страшно. Хотя Бог сказал, я отдаю, вот берите, это принадлежит вам. Но им казалось, что действовать надо предельно осторожно. Но Моисей как бы согласился с их решением действовать осторожно, поэтому далее мы читаем, Моисей свидетельствует, слово это мне понравилось, я взял из вас 12 человек по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, сказали, хороша земля, которую Господь, Бог наш дает нам. Вот если бы было бы только это, все было бы нормально и хорошо, но они напугались. И далее мы читаем. «Но вы не захотели идти и воспротивились по велению Господа Бога вашего и роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амареев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердца наши, говоря, народ тот более многочисленнее и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там». Этим людям надо было помнить о том, что они преодолели египетскую тиранию с помощью Божьей, когда десять казней Господь обрушил на Египет. Египетская цивилизация в то время была самой мощной цивилизацией, это была цивилизация Гегемон, и Господь показал им великие чудеса и знамения, когда Бог совершил суд над богами Египта и всех их опрокинул. Но они думали о другом. Они боялись укрепленные города до небес и сынов Инаковых видели мы там. Кто такие сыны Яковы Инаковы? Это великаны, то есть очень рослые люди. «Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место». То есть доказательства могущества Бога было предостаточно. И доказательства Господь не заботы о них. Господь действительно носил их по пустыне, как человек носит сына своего с любовью и бережением. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. Египет поселился в их сердцах. Они ушли из Египта, но он жил в их сердцах. Как и коммунистическая идеология безбожная, хотя люди православные, но менталитет той жизни поселился в сердцах людей, и они не способны осуществить возрождение Руси. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти а днем в облаке. То есть Господь не просто двигался перед ними, он находил для них самое подходящее место. Днем Господь двигался в видимом облаке, а ночью в виде огненного столба. и далее 34 стих и далее. И Господь Бог услышал слова ваши и разгневался и поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Ну, скорее всего, никто из нас, кто родом из этого Советского Союза, не увидит возрождение Руси, но это увидит следующее поколение. Напоминаю, даже Моисей не вошел в землю обетованную. Только Халев, сын Иефонин увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. Халев был одним из 12 разведчиков, но он обозревал все, что было на той земле с глубоким упованием на Бога. И он сеял в сердцах еврейского народа оптимизм, в отличие от других разведчиков, которые могли посеять в сердцах своих соплеменников панику. Далее Моисей говорит, «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Пастырь всегда отвечает за своих посомых. Если, например, храмы наши начинают пустеть, ответственность лежит только на пастырях. «Иисус сын Навин, который при тебе», это слава Бога, «Он войдет туда, его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ее. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врага, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, то есть совсем маленькие, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею». Но кто-то может сказать, а ведь в еврейском народе произошло падение в культа золотого тельца, а в русском народе ничего такого не было. Нет, все это было. Как только мы вышли из 70-летнего безбожного Египта, дьявол подсунул нам в пустыне культ золотого тельца. Новая национальная идея, обогащение и конкуренция друг с другом. Каждый против другого и каждый только за себя, и мы до сих пор хороводим вокруг этого золотого тельца. С таким внутренним убеждением, конечно, никто из нас не войдет в землю обетованную. 40-й стих и далее, а вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю, и вы отвечали тогда и сказали, то есть дайте слава Божьи, и сказали мне, согрешили мы пред Господом Богом нашим, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш, и припоясались вы каждой ратным оружием своим и безрассудно решились взойти на гору. То есть в какой-то момент они вспохватились, но Господь уже вынес свой приговор. И теперь их вот эта бодрость, воинственность ни к чему хорошему их не приведет. Сейчас многие политики потрясают ядерными дубинками друг против друга, ничем хорошим это не кончится. Но Господь сказал мне, скажи им, не сходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. Господь никогда не присутствует среди милитаристов, среди разжигателей войны. Я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились по велению Господню и по упорству своему взошли на гору и выступил против вас Амарей, живший на горе Той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на сэре до самой хормы. То есть, как пчелы с разных сторон нападали на них противники. «И возвратились и плакали пред Господом», что значит «пред Господом», пред Скини и Завета, пред походным храмом, «но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам». Почему? Потому что они не вняли Богу, который сказал «не ходите на эту битву». «И пробыли вы в Кадесе много времени, а сколько времени вы там были». Итак, это окончание первой главы книги Второзакония. Если мы будем живы, Господь позволит в следующий раз мы будем читать вторую главу этой книги. Спасибо вас, Господь! ! Спасибо! Продолжение следует...